Привет дорогие друзья! Сегодня я по вашим просьбам хочу показать как сделать очень простой пиончик. Я бы даже сказала, что это просто фантазийный цветок, это не совсем как бы пион, но очень на него похож. Он получается очень интересным, ярким, объемным и прекрасно украсит ваш тортик. Я для этого не буду там супер всякими приспособлениями пользоваться. Я сделала мастику цветочную обычную и буду пользоваться вот такими вот вырубками для пиона. Их я заказывала с китайского сайта Нью Чик. Вдруг кто хочет зайдите посмотрите, ссылочку я оставлю в описании, там можно поподробнее, там есть два вида вырубок. Я буду использовать только три размера цветков, четвертый не буду, потому что мне не нужно получить именно очень огромный цветок, который перекроет половину моего торта. Поэтому буду использовать только три размера цветков, лепестков простите. Вот такие вот. Ссылочку, кстати, на мастику я также оставлю вам в описании, вдруг кто не видел. Также можете пользоваться покупной, либо своей, какой вам нравится. Мне эти лепесточки кажутся немножечко узковатыми, поэтому я их делаю немножечко пошире. Прокатываю еще чуть-чуть и делаю пошире верхушечку, стараюсь в основном придавливать. Низ мне не нужно сделать широким, вот как они отличаются. Буквально немножечко. Теперь мне нужно волнить края. У меня вот такая вот штучка осталась из набора для цветов. Просто она уже у меня отломилась от палочки, но если честно, мне почему-то не очень удобно пользоваться шариком. И я привыкла уже, если нужно сделать хорошие волны, то делаю именно ей. Теперь взяла тоненькую проволочку. Не спрашивайте размер, потому что у меня на нем указано 0,5, а это не соответствует тому, что надо. Приспособила я к этому губку. И вот так вот шариком придавливаю. Делаю срединку своего лепесточка. И отправляю сушиться. По форме. Либо из фольги делайте форму, либо, как если у вас есть такая форма полусфер, как у меня. Я такую тоже, кстати, заказывала из Китая. Тоже New Cheek. Я ее показывала в одной из распаковок вам. Ссылочку тоже на нее могу оставить. И так продолжаю делать со всеми лепесточками. Пиончик это такой легкий воздушный цветок, поэтому я волны делаю и не боюсь. Это не роза, у которой не должно быть прям очень сильно волнистые края. После того, как цветочки приняли уже изгиб, я их вешаю сушиться на вот такую сушилку. Она пришла мне не так давно, тоже из Китая. Я вам показала ее в последней распаковке. И просушиваю полностью свои цветочки. Они так очень быстро сохнут. Также экономит место и пространство на столе. Потом буду окрашивать свои лепесточки самородным таким пищевым красителем. Показывала, как делается вот такая вот пыльца в предыдущем видео. Ссылочку тоже оставлю. Если у вас есть свои пищевые, вот такие вот порошковые, окрашивайте ими. Или делайте уже из цветной мастики. В общем, делайте так, как вам нравится. Потом нам понадобится тейп-лента. Я буду использовать вот такую вот салатовую. Складываю ее несколько раз. И хочу разрезать ее напополам, чтобы она не была такая широкая. Она сантиметровая. Я режу так, чтобы это где-то было полсантиметра. Я делала вот такие вот срединки. Я уже не показывала, как их делать. Потому что я их делаю обычно с запасом штук 15 сразу. Я катаю просто три шарика. Делаю им такие носики продолговатые. Просовываю потом между ними вот так вот петелькой. И сжимаю проволоку. Даю просохнуть и уже можно потом прикрутить будет тычинки. Тычинки у меня покупные. Это не я делала тычинки. В общем, это очень просто. И начинаю прикручивать лепесточки. Натягиваю тейп-ленту. Не так сильно, чтобы она порвалась, но в то же время, чтобы лепесточки держались в срединке. Начинаю с маленьких. Их где-то по 5 лепесточков одного размера делаю. Я всегда делаю по 6 с запасом, потому что мало ли где-то один треснет, пока я буду его разворачивать, либо еще что-то. Поэтому всегда делаю по 6. И вот такая вот серединка получилась. Ее можно чуть больше закрыть, чуть открыть. Если я хочу получить закрытый пиончик, я делаю просто шарик и первый ряд лепестков, делаю еще дополнительно маленькие лепестки, 3 штуки. Это будет первый ряд, которые будут клеиться на сам шарик. А потом уже 5 вот этих вот маленьких лепесточков будет. В общем, на самом деле это простой цветок. Можно использовать тоже, если у вас есть какой-то вайнер. Даже если у вас есть вайнер мака, типа, ну тоже будет нормально. И вот получается уже 3 ряда лепестков. Получается довольно широкий, объемный цветок. Очень легкий, воздушный. Можно пошире открыть вообще лепестки. Если у вас он будет стоять как бы чуть-чуть боком, поэтому будет видно, что у вас воздух между этими лепестками будет очень красиво. Сейчас добавлю немножко текатой пленты, потому что закончилось. И очень туго оборачиваю вот этот вот низ. Обрезаю лишнюю проволоку. Мне здесь не нужно будет делать ветку, а будет прямо втыкаться в торт, поэтому мне нужна довольно коротенькая ножка у моего пиончика. И довольно туго оборачиваю для того, чтобы моя проволока не шаталась туда-сюда. До самого низа. И обрываю тейп-ленту. Все, собственно, практически у нас готово. Поправляю лепесточки туда, куда мне нужно. Смотрю, где будет вперед, где зад у моего цветочка. И смотрю, чтобы он у меня был плюс-минус пропорционален. Вот такой вот получился у меня цветок. Также из этих лепесточков, я имею в виду из этой вырубки, я еще решила сделать такой себе тюльпанчик. Я делала вот такую вот серединку. Здесь у меня мастичные именно тычинки, которые я накручивала каждую на проволочку, и потом макала верхушечку в какао. То есть эти тычинки я делала сама, и серединку эту делала сама. И потом точно такими же лепестками, практически как у пиона, только верх более круглый я сделала. Буду делать такой волнистый тюльпанчик. Они ведь бывают тоже разные, не только ровные, бывают и волнистые. У тюльпанчика у меня будет 6 лепесточков, 3 внутри и 3 снаружи. Можно сделать внутри чуть поменьше лепесточки, а снаружи чуть-чуть побольше, так он будет еще интересней. Можно его открыть широко, можно сделать же красные, такие красивые тюльпаны. Серединку вы видите, я прорисовала гелевым красителем. Для того, чтобы он смотрелся реалистичней. Можно вот так вот открыть, а можно сжать и закрыть, сделать более закрытый. Так как у меня здесь лепестки довольно широкие, он не очень у меня сжимается, чтобы сделать закрытым. В общем, я надеюсь, вам как-то пригодится это видео. Вы очень просили, пожалуйста, получите. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...